Музей Калининского района целиком посвятят развитию советской атомной отрасли. В нем расскажут и о том, как ликвидировали аварию на Чернобыльской АЭС. Воспоминания участников в нашумевшем американском сериале во многом выдумки. Ликвидаторы опровергают то, что офицеры выходили на крышу разрушенного энергоблока. Никто бы не понял командира, который призывал что-то делать, а сам прятался за спиной. Он спорный фильм. Есть гротесковые какие-то моменты, которых и не было. Но я их не хочу детально комментировать. Там беспредел, хождение с бутылками водки, голые шахтеры стоящие. То есть это выдумка режиссера. Дмитрий Михеев попал в Чернобыль уже после службы в армии. Призван из запаса с завода полупропотниковых приборов. Был заместителем командира подразделения радиационной разведки. В зале на встречу с мэром собрались люди с похожими биографиями. 1750 жителей нашего города участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. О том, как это было, важно рассказывать молодым сибирякам. В нашем городе развивают музей атомной отрасли. Помогут и городские власти. Он существует, это общественный музей. У нас совсем недалеко, там есть музей Калининского района, который мы полностью хотим посвятить именно атому, мирному атому. Ну, естественно, всем, так как это все-таки в районе основное предприятие, это именно связано с атомной энергетикой. Поэтому я думаю, что во взаимодействии районного музея и музея, которые общественные, работа будет продолжаться, развиваться. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok